Добрый день, уважаемые коллеги. Сразу прошу прощения за качество моей веб-камеры. Вернее, тут солнце светит во все окна. К счастью для Мурманска и, к сожалению, для сегодняшней трансляции. Поэтому прошу прощения и прошу внимания на меня не обращать, а больше слушать и смотреть на слайды презентации. Говорить мы сегодня будем о сервисах, которые работают на основе нейросетей, с помощью которых можно создавать изображения и их редактировать. Но если мы здесь собрались, то наверняка вы знаете, что такое нейросеть и, в принципе, как она работает. Буквально несколько слов для тех, кто впервые сталкивается с такой технологией. Кстати, если вы используете в работе нейросеть, вы можете огонечком показать, что вы знакомы с этим понятием. Итак, нейросеть – это тип машинного обучения, при котором компьютерная программа имитирует работу человеческого мозга. Поэтому название такое нейросеть. Как нейроны в мозге передают сигналы друг другу, так и в нейросети информацией обмениваются вычислительные элементы. Идею с нейросетями впервые озвучили в 1944 году. И вот на сегодняшний момент мы имеем очень интересные технологии, которые позволяют, даже не требуя специальных настроек, самостоятельно обрабатывать входящую информацию, генерировать какой-то новый контент. Презентации, изображения, видеоролики, звуки, аудио, анимацию, в общем, ментальные карты. В общем, нейросети захватывают не только мир, но и проникают в процесс обучения и библиотечную практику. Ну, мы сегодня с вами посмотрим некоторые инструменты. Некоторые даже протестируем прямо в режиме онлайн. Поэтому, если у вас есть компьютер, и вы не с телефона смотрите, то далеко не отходите. Кое-какие нейросети не требуют специальной регистрации, и вы сможете их прямо здесь и сейчас в отдельной вкладке протестировать и посмотреть, как они работают. Начнем мы с нейросетей, которые генерируют изображения. Их огромное количество существует, и когда я занялась этой темой, я даже не подозревала, насколько глубока кроличья нора. Насколько много этих сервисов, насколько много инструментов, и мне пришлось отбирать, выбирать сервисы, которые воспринимают запросы на русском языке, русифицированные, или которые обладают хорошими бесплатными тарифами. Вот с этой целью я и отобрала, ну, довольно много нейросетей. Мне так жалко было что-то выкидывать. Поэтому обзор у нас будет сегодня максимально широкий, потому что я знаю, что многие пользуются уже нейросетями. Если я буду просто про Кандинского и про шедевром рассказывать, это будет не очень интересно. Поэтому начнем мы с известных нейросетей, а потом перейдем к менее известным, менее популярным. Но, что удивительно, у них есть хорошие бесплатные тарифы. Поэтому пока они не монетизировались, надо этим пользоваться. Еще одно замечание небольшое. Я взяла только нейросети, которые доступны на территории РФ без особых технологий и с трех букв. Вот теперь уже все. Итак, как же работают нейросети и принцип вообще их работы? Именно по генерации изображений. Как правило, они работают на основе текстового запроса, так называемого промпта. Это английское слово. И в этом самом запросе, как правило, нужно указывать какие-то определенные слова, подбирать какие-то определенные показатели, которые позволили бы картинку сгенерировать более точно, максимально соответствующим нашим потребностям. Существует огромное количество разных статей, инструкций о том, как создавать запросы, как их писать, какие существуют правила. Я проанализировала несколько таких статей и вот такие вот интересные вещи узнала. Ну, во-первых, нейросети, конечно, умеют сейчас уже генерировать запросы, даже абстрактные. Например, если мы напишем слово «свобода», «независимость», то вполне возможно нейросеть нам что-то нарисует. Но это уже будет совершенная лотерея. Поэтому по-прежнему остается актуальным такая задача, что надо максимально подробно и понятно, желательно без абстракций, описать свой запрос. То есть в голове мы держим картинку, которую мы хотим увидеть, и попытаемся ее подробно описать. Большинство нейросетей поддерживает длинные запросы. Есть нейросети такие в стиле Чехова «Краткая сестра таланта», там 10 слов, но я про них особо поговорю. А так, в общем-то, мы можем через запятую начать перечислять все фрагменты наших изображений. Итак, поменьше абстрактности, побольше конкретности. В обычном запросе не принято использовать слова «без», «не», «кроме» и так далее. Например, если нам нужно «небо без облаков», то вот это вот «без облаков» мы можем перенести в так называемый негативный промпт. Есть у нейросетей такая штука, не у всех, но у многих есть негативные запросы. Вот туда мы можем написать, например, что нам нужно «небо» конкретно без облаков. Далее. Не только называем объект, допустим, нам нужна кошка, чтобы мы ее нарисовали, а добавляем какие-то прилагательные. Пушистая, черная, белая, там, я не знаю, персидская, может быть, и так далее. То есть прилагательные эпитеты, все, что позволяет максимально изобразить то, что нужно. Можно описать характер человека, там, грустный, веселый и так далее, улыбающийся. И, в общем, прилагательные тоже не забываем, это полезная вещь. Если в кадре какое-то движение представляется, то прописываем действия объектов. То есть человек сидит на скамейке, читает книгу. То есть вот что-то вроде этого. Диепричастие и причастие нейросети воспринимают довольно сложно. Поэтому лучше описывать глаголами. Дальше. Количество объектов. Как правило, нейросети хорошо рисуют одиночные объекты. Но если нам нужно, чтобы было массовое какое-то количество, то лучше указывать точно. У меня были варианты, когда мне нужно было нарисовать много рыб. И я получала то одну, то две, то три. То есть такая лотерея. Нужно было конкретно в итоге указать, сколько рыбы я хочу увидеть на экране. В этом случае лучше, да, указывать точное количество. Важную роль здесь играет описание освещения. Если мы хотим мрачную картинку, то написать надо об этом. Написать тусклое освещение, мрачное освещение, что-то вроде этого. Если мы хотим, наоборот, что-то жизнерадостное, то, пожалуйста, можно добавить сюда описание, что это солнечный, ясный день, солнце светит. И эти вещи тоже. Отделяем один факт от другого через запятую. Некоторые нейросети даже воспринимают двоеточие. Бывает такое. Что еще? Есть еще так называемые модификаторы. Это уже для тех пользователей, которые уже такие продвинутые юзеры нейросетей, и которые занимаются генерацией конкретно фотографий. Не просто каких-то иллюстраций для своих проектов, а именно нужны фотографии, которые похожи бы были на обычные, натуральные. Для них придумали так называемые модификаторы. Я перечислять не буду, я просто в чат сейчас добавила. То есть здесь можно при генерировании фотографий прописать вид камеры. Например, вы хотите полароидный снимок, особенности линзы, расстояние до объекта, эффекты камеры. Вот такие вот описания на английском языке я в чат добавила. Если нужно, то скопируйте, сохраните, может быть, вам пригодится для чего-нибудь. Ну и в заключение, обычно уже в конце запроса, просят указать качество и уровень детализации. Можно это сделать. Давайте я опять вам скопирую в чат. Так, не получится скопировать. Ладно, я чуть попозже вам напишу. Ну это, например, 2К, 8К, 4К. Вот это вот качество обычно указывается. Можно написать очень реалистично, максимум деталей. И вот такие вот вещи вписывается. Если вы хотите такую точность абсолютную получить, то тоже, чтобы очень было все четко и красиво. В общем, вот в целом и в общем можно, конечно, долго тут рассуждать на эту тему. Но вот общие рекомендации, я думаю, достаточно понятны. Давайте теперь попробуем попытаться разобраться, что и как генерируется в запросах. Тут вопрос был в чате, я его увидела. И я его помню, и на него отвечу чуть позже. Итак, нейросети, как правило, воспринимают запросы в зависимости от того, где они созданы. Российские нейросети обычно на российских моделях. Как правило, там две модели используются. Дали и Стабл Диффьюжн. Поэтому в отечественных сервисах мы можем писать запросы и на русском, и на английском. Если нейросети зарубежные, они обучены, соответственно, на англоязычных моделях. И там запрос надо лучше писать на английском. Даже если русский язык хорошо воспринимается, ну вот результат вы можете увидеть на экране. Мне нужно было сгенерировать растение, ну не фотографию, а иллюстрацию с изображением растения Иван-Чай. Нейросеть воспринимала запросы на русском, но нарисовала она мне немножко не то, что я хотела. Поэтому тот же самый запрос можно перевести на английский, и тогда мы получим реально то, что хотим. В этом случае, поэтому под рукой всегда нужно держать какой-нибудь переводчик. Либо Google, либо Яндекс, либо какой-то другой, который позволяет запрос перевести на английский. Вписываем то, что хотим на русский язык, копируем и вставляем в поле запроса. Можно ли к промту добавить изображение примеров? Да, можно. Тоже сейчас об этом расскажу уже на конкретных примерах. Итак, для начинающих пользователей, которые только-только начинают работать с нейросетями, можно пойти таким путем. Копировать запросы к тем картинкам, которые вам нравятся, вставлять их в свою нейросеть и генерировать. Где взять эти картинки с промптами? Самый простой вариант я использую, например, может быть у вас есть какой-то другой вариант. У многих нейросетей вообще есть галереи уже готовых работ. Вы можете любую работу открыть и чаще всего увидеть промпт, вот этот самый запрос. Его копировать и использовать для себя. Ну, мне, например, понравилась вот эта картинка с котиком. Где я ее взяла? Есть такой сервис, называется Лексика. Это нейросеть, очень хорошая нейросеть, но она стала платной, к сожалению. Я ее очень долгое время пользовалась, сейчас, к сожалению, она перешла полностью в платный режим. Но у нее есть галерея с работами, созданными пользователями. В этой галерее более 10 миллионов иллюстраций самых разных стилей и видов. Вы можете по ссылке перейти и сами убедиться в этом. Там есть поисковое поле, в которое мы можем написать запрос. Кстати, принимает и на русском языке тоже. Например, вот я ввела просто на русском языке кошка, нашла вот такую картинку, открыла ее и увидела кнопочку, которая называется «Копировать промпт». Вот это. Нажала на нее и скопировала. Это промпт на английском языке, который я теперь могу использовать для генерации своих картинок. То есть открываю свою любимую нейросеть, вставляю туда этот запрос и смотрю, что получается. Естественно, запросы можно редактировать. То есть вы можете скопировать, ставить, исправить то, что вам не нравится и использовать в работе. Более того, в лексике есть кнопочка для загрузки картинки. Например, у вас есть готовая картинка, и вы хотите что-то такое же создать, только с перламутровыми пуговицами. Загружаем картинку в эту самую лексику, и он вам выдает все похожие варианты. В том же стиле, примерно с такими же иллюстрациями, вы можете вообще скачать готовую картинку, даже ничего не генерировать, просто если она вам понравилась. Либо опять-таки скопировать промпт и использовать в своей деятельности. Лексика позволяет скачивать картинки и использовать их в некоммерческих целях. Может быть, у вас есть какие-то другие источники, где вы берете промпты и картинки, то, пожалуйста, можете в чате поделиться. Еще один хороший инструмент называется Image to Prompt. Вот был вопрос, можно ли от картинки идти к запросу. Да, можно. С помощью вот этого сервиса. Он открыт без регистрации. Вот, пожалуйста, можете протестировать. Как здесь все работает? У меня есть такая чудесная картинка с зайчиком. Я хочу узнать, как написать про него запрос красивенький. Я загружаю изображение с компьютера, нажимаю на кнопку «Сгенерировать». И вот он мне сгенерировал целых два запроса – позитивный и негативный. Я могу его скопировать, получившееся описание, и использовать в работе своей. Тоже вариант для начинающих пользователей, которым пока сложно писать запросы, особенно если они на английском. То вот, пожалуйста, можно использовать этот вариант. Ну, давайте уже ближе перейдем к нейросетям, собственно, да, попробуем. Начнем мы, конечно же, с нейросетей, которые существуют на русском языке, отечественной технологии. Конечно же, сервис «Кандинский». Он работает в трех версиях. Я вам браузерную версию подсказываю. Вообще-то существуют еще версии «Телеграм» и «ВКонтакте». Вот. Давайте посмотрим, как это все устроено. Здесь все достаточно несложно. Вообще все нейросети более-менее устроены по одному принципу. Мы пишем запрос, выбираем стиль. Иногда можно выбрать модель для генерации и формат изображения. Ну, а дальше ждем, что получится. Вот так выглядит стартовое поле здесь. Кнопок немного, все достаточно просто. Здесь есть две вкладки. Обычный промпт и негативный. Выбор стиля. И, собственно говоря, запросы принимают и на русском, и на английском языке. Далее выбираем вверху формат изображения. Форматов тут несколько на выбор. Стандартный классик – это квадратное изображение один к одному. Но есть еще и варианты других. Далее нажимаем на волшебную кнопку для генерации. И ждем, что у нас в итоге получилось. Этот промпт можно редактировать, если он вам не понравился. Ну, например, вот у меня должен был быть пляж, нарисованный кистью и красками. Но как-то он мне не очень понравился, например. И я хочу промпт немножко исправить и сгенерировать еще одну. Изначально сервис выдает только одну картинку. Но я хочу на основе этого же промпта только немножко его подкорректировать, создать что-то другое. Для этого я просто мышкой рамку от одной картинки переношу к другой. В другое место на рабочем поле рамка пустая появляется. И внизу промпт изначальный. Я его редактирую. Например, мне нужно, чтобы на пляже появились люди. Вот я их сюда дописала, что они люди отдыхают на пляже. Я могу поменять стиль, я могу поменять формат. И опять нажать на кнопку генерации. Получаю второй вариант картинки. Так я могу делать до бесконечности, пока результат меня не устроит. Скачать можно как одну картинку, так и сразу целый набор того, что мы сгенерировали в одной общей папке. Достаточно быстро, достаточно удобно получается, хорошее качество и нет никаких водяных знаков. Поэтому Кандинский тут до сих пор остается лидером. Куда уж идти без него. Другой сервис, о котором уже говорили, Шедеврум, это сервис от Яндекса. До недавнего времени этот сервис существовал на мобильных устройствах. Может быть, у вас даже где-то установлен он. Но сейчас появилась браузерная версия. Можно на компьютере тоже попробовать. Для работы здесь нужна регистрация в Яндексе. То есть Яндекс аккаунт должен быть. Там тоже это сеть, такая одновременно нейросеть и одновременно социальная сеть. То есть здесь можно подписываться на понравившихся авторов, просматривать их изображения, их работы, копировать промпты тоже можно, если нравится. Так что подключайтесь. Это довольно хороший инструмент, особенно в условиях, когда очень много блокируется сервисов, Шедеврум выходит на ретирующие позиции. Как видите, запрос здесь достаточно простой. Просто вписываем текст, нажимаем на кнопку генерации и получаем вот такую вот картинку. Как правило, генерируются два изображения. Выбираем то, что нравится, скачиваем. Но скачать здесь только можно после того, как мы его опубликуем в своем аккаунте. И это изображение могут увидеть другие пользователи. Если вы этого не хотите, сначала скачайте, потом удавите из своего аккаунта. Если не хотите ни с кем делиться полученным изображением. Что еще нужно сказать? В браузерной версии можно обработать до 40 картинок. Вернее, не обработать, а сгенерировать до 40 изображений. Если вы на мобильном устройстве работаете, то там ограничений нет. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Это есть хорошая штука. Я ей пользуюсь, стала пользоваться. Мне про нее рассказали недавно. Это то, что в запрос Яндекса можно вставить фрагмент художественного произведения. Например, из стихотворения. Для учителей литературы и для библиотекарей вы можете создавать иллюстрации к стихотворениям. Вот, пожалуйста, на злобу дня стихотворения про сентябрь. И вот мне сервис выдал такую картинку. Дело в том, что шедевром подключен к искусственному интеллекту Яндекс.Джи.Пи.Ти, который не только умеет рисовать картинки, но и пишет тексты. Вот, поэтому сюда можно забить прямо целый фрагмент из художественного текста и попробовать картинку нарисовать. Также в шедевроме, конечно, можно создавать видеоролики. И в Кандинском их тоже можно делать. Но про видео мы поговорим на следующем вебинаре. Сегодня только про картинки. Что еще интересненького можно увидеть в шедевроме? Еще здесь есть такой вариант, как называется фильтруме. Работает он только на мобильных устройствах. В чем суть? Нам нужно загрузить картинку сюда и применить какой-то фильтр к этому изображению. Ну, давайте я вам покажу результат. Вот, например, так. Была у меня такая картинка. Захотела я иллюстрацию в стиле аниме. С помощью фотофильтрума, который так и называется, аниме, я в пару кликов на мобильном устройстве создала вот такую картинку. Это тоже вариант. Можно готовые картинки модифицировать. Не обязательно генерировать, можно изменить. И получится довольно интересно. Да, вот спасибо за подсказки. Тут у нас в чате уже делятся своими идеями. Это здорово, Наталья. Спасибо вам большое. Можно рисовать иллюстрации, дописывать фанфики, создавать игры на основе этих картинок. Допустим, угадай по картинке, о каком произведении идет речь. В общем, здесь фантазия педагога никак не ограничена. И все эти сервисы можно использовать в своей практике. Что еще из отечественного можно посоветовать? Нейросеть «Арт» тоже работает по регистрации. К сожалению, она довольно монетизированная, хотя очень интересная. Она позволяет создавать в день до 8 картинок. Выдаются 8 кредитов в день. И в итоге создаются вот такие довольно симпатичные изображения с водяным знаком. Она поменяла свой интерфейс. Модель, по которой она генерирует свои картинки, называется «Мастер 2.0». Это, видимо, их авторская модель. Работает она немножко не похожа на предыдущие сервисы. В прошлый раз мы все начинали с текстовых запросов. А здесь, наоборот, сначала нужно выбрать стиль. Стилей здесь достаточно много. Вот, пожалуйста, некоторые из них. 3D, цифровое искусство, рисунки, иллюстрации. Выбираем подходящий стиль. Открываем этот стиль. А дальше уже пишем запрос. То есть немножко другой порядок. Вот, пожалуйста, я выбрала стиль, который называется «Жизнь и радостность». Здесь даже присутствуют уже некоторые образцы картинок. Кстати, их тоже можно скачивать и в некоммерческих целях использовать. Если какая-нибудь понравилась. Дальше вписываю свой запрос. Выбираю, сколько рисунков. За один рисунок, один кредит. То есть если кредитов ограниченное количество, лучше взять один. Если есть больше, то можно несколько вариантов одной картинки сделать. Выбираем размер изображения. Портрет, ландшафт, квадратная. Ну и запускаем генерацию. После этого получаем изображение. Естественно, промпт, который мы создали на русском языке, можно редактировать и запустить генерацию еще и второй раз. Поэтому я здесь предпочитаю по одной картинке, чтобы не тратить сразу все кредиты. Если не понравилась одна, промпт переделаю и запускаю по второму разу. Здесь есть опция взять рисунок за основу. То есть мы можем загрузить свою картинку с компьютера и на ее основе прописать сюда запрос какой-нибудь. Например, я загружу вот этих самых детей за партами, а сюда напишу, что я хотела бы увидеть на этой картинке дополнительно. И запускаю генерацию. Естественно, картинка переделается. Она не будет точно такая же. Она будет немножко модифицированная, но, тем не менее, вот такая вот основа, ее тоже можно использовать. Если вам сложно описать в словах, можно загрузить картинки. Вот, спасибо, еще подсказочка у нас есть. Art Generation Me. Не знала о таком сервисе. Спасибо большое за ссылку, потому что действительно нейросетей так много, за всем не успеваешь следить. Так, что еще здесь можно сделать в арте? Здесь можно каждую картинку, которую мы сгенерировали, естественно, скачать можно. Здесь есть опция увеличения и опция доработки. То есть здесь есть еще функции редактора. Но, к сожалению, за каждое редактирование снимают по одному кредиту, и поэтому это здесь, наверное, не самый лучший вариант редактировать картинки. Проще их скачать, а потом в каком-нибудь редакторе уже или увеличить, или, там, не знаю, доработать, удалить фон и так далее. Лучше кредиты здесь тратить только на генерацию, по моей точке зрения. В общем, здесь есть платный тариф, и тариф достаточно нормальный, 200 рублей в месяц, 199. По последним данным, можно приобрести платный тариф. Там, по-моему, генерация более расширенная. Тарифных планов несколько, можно посмотреть у них на сайте. В общем, вот такой коммерческий продукт, но бесплатно тоже можно попробовать. И еще один интересный сервис тоже для меня стал открытием, я о нем не знала. Сервис называется Фабула. Он принимает запросы на русском языке, он русифицированный полностью, достаточно несложный для работы. Вот, кстати, им сейчас можно воспользоваться. Он работает без регистрации пробно, можно три генерации сюда запустить. Вы можете по ссылке сейчас перейти и попробовать что-нибудь сгенерировать. Рабочее поле должно выглядеть вот таким образом. Записываем промпт, выбираем модели. Моделей здесь достаточно много, они все очень красиво называются. Здесь огромное поле для экспериментов. Я, например, вот этого телефона генерировала достаточно долго. Я перепробовала все стили, перепробовала все модели нейросети, пока кредиты не закончились. Я не могла остановиться. В день здесь дают 10 бесплатных генераций. По одной картинке можно генерировать, можно больше. Вот количество картинок, выбор в самом низу здесь. Выбираем формат, выбираем стиль, модель генерации. Модель сервис выставляет автоматом. То есть мы пишем запрос, он нам какую-то модель предлагает, но мы можем всегда ее изменить. Есть поле для негативного запроса, так что, пожалуйста, можно использовать. Очень интересный инструмент, мне понравилось. Готовую картинку, естественно, можно скачать и в хорошем качестве, и не в очень хорошем. Дополнительно в этой нейросети есть возможность редактора. Тут можно создавать аниме-картинки на основе исходных. Можно создавать аватарки, заменять лица на фотографиях, улучшать, удалять фон. В общем, стандартный набор редакторов. Естественно, за каждую трансформацию тоже будут снимать кредиты. Это не бесплатное удовольствие. Но, тем не менее, такой довольно симпатичный, доброжелательный сервис мне очень понравился. Поэтому решила попробовать вам о нем рассказать. Вот. У нас тут есть подсказочка, что можно в шедеврами что-нибудь сгенерировать, а потом сюда загрузить и улучшить. Почему нет? Пожалуйста, можно это сделать. Так что вот, можете попробовать, если понравится, возьмите в копилочку. Хороший инструмент. Здесь у меня на слайде ошибка. Я только когда уже загрузила презентацию, поняла, что я неправильно написала название сервиса. Stable Diffusion. Это мы с вами перешли. Ну, прошу прощения. Я исправлю потом презентацию. Не стала уже в процессе вебинара ничего исправлять. Здесь мы уже перешли к за рубежным технологиям. Сервисы, которые лучше работают по запросам на английском языке. Здесь уже нам понадобится переводчик. Ну, давайте окунемся в недра таких сервисов. Что это такое? Это онлайн нейросеть. Она русифицирована на русском языке, но запросы принимает на английском. Работает по принципу краткая сестра таланта. Поэтому при выборе стиля она предупредит, что запрос не должен превышать 10 слов. Бесплатно можно создавать с водяным знаком до 10 картинок каждый день. Кредит пополняется каждый день. Здесь, как вы видите, тоже очень похожий на предыдущий сервис редактор. Вставляем запрос. Выбираем стиль. Стилей здесь много. Они очень интересные все. Выбираем соотношение сторон. Один к одному. Или 16 на 9. Или какой-то другой вариант. Можно сгенерировать либо одну, либо две картинки. И нажимаем на кнопку «Создать». Очень достаточно все просто здесь работает. Очень хорошего качества получаются фотографии, надо сказать. Вот эта вот белая сова мне очень понравилась. Очень детализованная фотография, хотя запрос у меня был довольно простецкий. Ничего такого сложного в нем не было. Так что можно попробовать и поэкспериментировать. Маленький водяной знак внизу, но это не страшно. Водяные знаки мы обрезаем или удаляем. Это уже сейчас не проблема. Дополнительно, Stable Diffusion. Я бы про него не стала рассказывать, если бы у него еще не было других опций. Но вы вверху их можете увидеть. Это изображение в изображении, удаление фона, волшебный ластик, редактирование и масштабирование. Стандартный набор редактора. То есть можно удалить фон, удалить объекты с помощью ластика, отредактировать картинку, увеличить ее формат. Но опять помним, что за это снимают кредиты. Я хочу вам показать опцию картинка в картинке. Вот у меня такая была рождественская елочка. Я ее загрузила без выбора стиля. По умолчанию я выбрала какой-то. И мне выдали несколько похожих иллюстраций. Даже вот на одной из них попытались написать. Новый год. Ну, естественно, я выбрала второй вариант. Вот такая опция тоже здесь есть. Здесь нужна картинка и хотя бы минимальный какой-нибудь запрос, чтобы сервис запустился в работу. А еще у этого сервиса есть штука, которая называется база подсказок. Она открывается только если вы в сервисе зарегистрируетесь. Но в этой базе огромное количество разных картинок с запросами, которые тоже можно копировать и использовать в работе. Вот, пожалуйста, можно здесь копировать подсказку, а можно и загрузить картинку. В некоммерческих целях их тоже можно использовать. Они здесь как образцы, я так понимаю, используются. И еще одна хорошая штука – это скетч-то-имидж. Мы можем нарисовать что-нибудь, а потом попросить сервис сгенерировать на основе этого нашего чудесного рисунка картинку. Например, вот такой вариант. Мышкой рисуем, вверху есть инструменты для рисования. Вот палитра, пожалуйста. Что-то нарисовать, потом сгенерировать, и получаем довольно симпатичное, да, похоже на мемы ожидания. Ну, как-то так, да. Это то, что хотелось, а это наше, то, что получилось. Нет, здесь наоборот. Здесь мы худо-бедно что-то попытаемся нарисовать, а потом сгенерируем красивую картинку. За одну генерацию снимают по одному кредиту, но если есть возможность, можно поэкспериментировать, почему нет, получаются интересные вещи. В общем, хороший сервис. Жаль, что только 10 раз в день можно с ним поэкспериментировать. Хотя, можно создать несколько аккаунтов, и тогда количество попыток удвоится. Еще один хороший инструмент, это уже такой немножко посложнее, я бы сказала. После того, как с рынка ушли, ну, как ушли, просто стали недоступны на отечественном рынке кое-какие сервисы, вот Леонардо вышел на первый план, стали о нем чаще говорить и вспоминать. Это хорошая нейросеть с неплохим тарифным планом. В бесплатном тарифе дают 150 монет в день, то есть это можно сгенерировать от 15 до 150 картинок. Все будет зависеть от настроек. Чем более подробные у нас настройки, чем более подробное у нас прописывание запроса, там, выбор модели, все модели оцениваются по-разному, какая-то модель подешевле, какая-то подороже. Ну, в общем и целом, максимально в день вы можете создать 150 картинок. Это здорово. Давайте смотреть. Начинаем мы с того, что после регистрации мы попадаем на главную страницу сервиса, и здесь опять галерея созданных работ, где можно опять генерировать, не генерировать, а копировать запросы. Вот, пожалуйста, запросы можно скопировать. А можно прямо вот нажать внизу на кнопочку, которая называется Generate with this model. Генерировать на основе этой модели. То есть мы открываем окно для редактирования сразу, и открывается эта модель, открываются вот эти все настройки, и мы можем прямо здесь уже что-то свое создавать. Почему нет? Далее. Если мы начали работать с нуля, вот, пожалуйста, так выглядит рабочее поле. К сожалению, тут мелковато будет, но я объясню. Сначала выбираем стиль картинки, прописываем запрос. У меня, видите, какой красивый длинный запрос. Это не я так придумала. Это я улучшила свой запрос. Запрос у меня был простецкий. Касатка выпрыгивает из воды. Я сюда вписала это на английском языке. Здесь есть опция улучшить запрос. Импрув, по-моему, эта кнопочка называется. Сервис его расширяет на свой вкус. И если тут пристально почитать, тут очень живописно описывается, что мощная касатка с каким-то плавником выпрыгивает из воды, демонстрируя там свою мощь и силу. В общем, что-то такое очень подробно. Мне сервис за меня все сделал. То есть, если вы запутались в запросе, вы можете использовать кнопку улучшения. Даже, по-моему, она здесь бесплатная. Идет это улучшение запроса. И можно таким образом лучше написать запрос, не прибегая к помощи переводчиков дополнительно. Что еще здесь можно? Выбрать модель для трансформации, выбрать формат картинки, количество картинок. По умолчанию 4, можно 1, 2, 3. Дальше. Есть здесь дополнительные настройки. Это как раз для тех, кто уже занимается давно генерацией. Там можно прописать вот как раз разные модификаторы. Там качество, различные другие тонкие настройки. Ну и после того, как мы определились со всеми базовыми вещами, нажимаем на кнопку генерировать. В зависимости от того, какие настройки мы выбрали, сервис сразу пишет, сколько он возьмет с нас за генерацию, например. У меня вот какие-то были подробные настройки выставлены, и картинок я захотела 4 штуки. Поэтому мне выдали, что одна генерация стоит 14 монеток. Это удобно. Если денег таких нет, можно уменьшить количество картинок или сменить настройки. И тогда цена изменится тоже. Генерируем. Внизу появляются наши готовые изображения. Скачивать можно все или по выбору. Все, что захотим. Вот такая очень неплохая сеть Леонардо. Хорошо работает. Поэтому я тоже стала ей сейчас пользоваться, и она мне очень нравится. Еще у Леонардо есть опция загрузить изображение и на основе его произвести модификацию. Вот здесь вот, если более подробно разобраться, здесь где-то есть кнопочка вот в этой части, экрана, который позволяет загружать изображение. Мне нужно было произвести модификацию картинки с изображением бургаловой гаечки. Как вы понимаете, если это запрос перевести на английский в тексте, то я непонятно, что получу. Собственно, я и получила непонятно, что. Поэтому я загрузила картинку и воспользовалась нейросетью Леонардо. В целом, общая видимость, как видите, сохранилась. Картинка модифицировалась, но не так, чтобы совсем уж. В общем, общие черты явно присутствуют. И если вы не биолог, то, в общем, отличия будут минимальные. Поэтому я Леонардо как раз стала использовать вот для таких целей, когда очень сложно описать что-то в тексте, а вот с помощью картинки получаются довольно реалистичные. И если не приглядываться, то от обычной фотографии не отличишь. Так что тоже хорошая опция, можно попробовать. Сервис и диаграмма, о котором уже сегодня говорили, он тоже работает по регистрации. Регистрация у него через аккаунт Google. К сожалению, только так. Но получаются довольно интересные штучки. Вот, например, у меня диснеевская принцесса. Что у нас по идеограмму? Бесплатными пользователям идеограмм дает 10 так называемых медленных кредитов. С помощью этих кредитов можно сгенерировать 5 или 10, произвести 5 или 10 генераций по 4 картинки. Это на один день. То есть все зависит от настроек и от выбора модели. Есть модель 2.0, тогда за одну картинку, за одну генерацию берут 2 кредита, а есть обычная модель 1.0. Там уже по одному. Поэтому в зависимости от моделей. Здесь очень простой интерфейс. Вот так он выглядит. Вписываем свой запрос, выбираем формат изображения. Естественно, все картинки будут в публичном поле. Тут нет приватного. Эта функция закрыта. Выбираем модель для трансформации. Здесь сразу внизу пишут, сколько с нас возьмут за это денег. Здесь можно выбрать палитру. Например, хотим в каких-то тонах иллюстрацию. Особенно для иллюстрации подходит. Вот. Бесноевскую принцессу захотела в сине-фиолетовых тонах. Свою палитру, к сожалению, создать здесь нельзя, но есть автомат, там выбор каких-то определенных опций можно настроить. Внизу выбираем вид трансформации или стиль трансформации. Обычный, автоматический, реалистичный, это больше на фотографию похоже, дизайнерский, 3D или аниме. Можно поэкспериментировать, попробовать один и тот же запрос в разных стилях и определиться. Вообще, по сути, всегда работа с нейросетями это, по сути, какая-то такая интересная лотерея. Мы точно никогда не будем знать, что в итоге получим, но это очень интересная работа, оторваться просто невозможно. Особенно, если вы в это включились. Хороший сервис, что называется, интерфейс у него простой, так что тоже запоминаем, если нравится, берем в работу. Ну и еще один инструмент, я о нем рассказывала на одном из прошлых вебинаров. В июне у меня был вебинар, может кто-то присутствовал про нейросети, я начинала. Вот, спасибо. Нам подсказали, что можно использовать сервисы диаграмм для стикеров и логотипов. Да, здорово. Спасибо за подсказку. Playground. Вот, он изменился с того времени, как я о нем рассказывала. Вообще, нейросети свои интерфейсы меняют практически не по дням, а по часам. Вот, Playground, например, в июне месяце работал совсем по другому принципу. Сейчас он изменил полностью свой интерфейс, и я еще потратила какое-то время, чтобы понять, как здесь все работает. Генерирует он по 15 картинок каждые три часа. Вот такой у него интересный тариф. Слоган сервиса, создавая изображение, как профессионал, не являясь им. Ну, это для нас. Давайте смотреть. Здесь тоже принцип работы похож на один из сервисов, на арт, о котором я уже говорила. Здесь сначала выбираем стиль. Стилей здесь, вот как вы видите, много. Очень много иллюстраций. Фотографий поменьше, в основном здесь много иллюстраций, но можно посмотреть по категориям. То есть здесь есть, например, какие-то трендовые изображения, новые. Вот у меня сейчас открытые иллюстрации, геометрические, винтажные, мультики, ретро и так далее. И выбираем вариант, который нам нравится. Если мы хотим пять пальцев, то надо стиль выбирать реалистичный максимально. Сейчас нейросети дошли до того, что рисуют пальцы уже более реалистично. Да, есть, конечно, исключения, есть и, например, я рису генерировала в сервисе, про который я не стала рассказывать. Она у меня сгенерировалась с ушами от зайца, хотя я этого не просила. Так что да, это лотерея. Но это интересно. Так, ну давайте посмотрим на этот сервис, Playground. Сейчас я вам ссылочку дам. Доступен он будет после регистрации. Выбираем стиль, а дальше пишем запрос и генерируем. Принцип такой. Вот вам, пожалуйста, ссылочка на него. Вот так выглядит выбор стиля. А вот, собственно, я его выбрала. Мне понравился вот такой стиль. Внизу поле для редактирования. Здесь даже есть подсказочки, которые помогут лучше записать запрос к нейросети. Например, если эта картинка нам, в принципе, нравится, мы просто хотим что-то к ней добавить. Выбираем опцию Add. Добавить. Ну вот у меня один котик, я хочу два. Я пробовала, у меня получилось. Выбираем на кнопочку Add и добавляем к Add. Добавить, ну по-английски, кошка. Нажимаем на кнопку Создать и у меня вместо одной кошки на экране возникает две. Дальше. Если мы просто хотим переработать полностью, просто сохранить стиль, то мы просто пишем здесь запрос и просто генерируем. Дальше. Здесь можно поменять изначальный промпт, изменить текст, просто изменить что-то в этом же тексте, заменить. Например, вместо листиков, я там, не знаю, захочу снежинки, можно попробовать через кнопочку Replace. То есть здесь вот такое вот интересное творчество, немножко не похоже на остальные сервисы. Я пока не очень сильно в этом разобралась, но мне показалось это любопытно. Можно изменить размер, если нам не нравится. Вот такой вариант, есть кнопка Resize, она меняет размер. То есть здесь у нас какой-то есть готовый стиль, какая-то картинка, и мы над ней проводим эксперименты. Вот в таком духе здесь все работает. Как снимаются кредиты, здесь не очень понятно. Написано 15 картинок, имеется в виду это каждая генерация или одна картинка, над которой мы экспериментируем, считается за один. Тут уже надо смотреть. Вот единственный минус, здесь не пишет стоимость каждого действия. Это плохо. Ну а в целом довольно любопытный инструмент и можно использовать. Так, нам тут пишут, что нейросеть фабула создала человека с тремя ногами на бесплатных трехгенерациях. Ну бывает. Ну что я могу сделать? Нейросети развиваются. Вот именно для этого я вам такой обширный список выдаю, а там уже надо экспериментировать действительно и выбирать, что более-менее подходит под задачи. Я все больше, знаете, котиков генирую, всяких лисичек и птичек. Поэтому вот у меня пока с лапами и с хвостами все в порядке. Теперь мы перейдем к нейросетям, которые не очень известны. Если они вам известны, то напишите об этом в чате. Мне, например, нет. Этот сервис называется CryOn. Она доступна без регистрации. Вот, пожалуйста, ссылочка там. Только двоеточие удалите. Ладно, давайте еще раз без двоеточия скопирую эту ссылку. Так. Вот, пожалуйста, крае он. В пробной версии количество изображений не ограничено. Генерация будет с водяным знаком. Но водяной знак здесь очень симпатичненький в виде карандашика в правом нижнем углу. Можете его увидеть. Вот он. Давайте смотреть, как здесь работает. и как здесь работать. Очень понятный интерфейс на английском языке, но все интуитивно понятно. Посмотрите, какое огромное количество картинок сервис генерирует по одному запросу. Здесь не две, не три, не четыре, а огромное количество. По-моему, около 12 картинок. Мне нужен был котик мультяшный, который стоит сзади, перед машиной. Вот, пожалуйста, мой запрос. Далее внизу мы выбираем, каким образом мы хотим получить наш вариант или как это, стиль, да, стиль, забыла слово. Автоматическая фотография, рисунок или векторное изображение. Вот, и запускаем генерацию. Если мы хотим загрузить свою картинку и на ее основе что-то создать, то для этого есть экспертный режим, эксперт-мод. Вот, можете прямо сейчас попробовать. Вот кто, у кого три человека, три иной ноги нарисовалось, попробуйте здесь. Может быть, с ногами здесь будет все в порядке. У меня с котами вот так получилось. Дальше. Все эти 12 картинок можно щелкнуть, открыть. И, ну, у меня здесь уже лес. Это у меня была вторая генерация. Видим, что качество не очень, да, какая-то мутноватая картинка. Это предварительный просмотр. Не пугаемся. Ее, естественно, тоже можете скачать, но она мутная, она очень маленькая будет. Чтобы ее, если она нам понравилась, мы ее можем улучшить. Для этого есть опция Upscale, вот эта кнопочка. Она увеличивает разрешение картинки, она получается в нормальном, в хорошем качестве. После того, как мы ее увеличили, ее можно скачать. Еще здесь есть, как вы видите, опция удалить фон. Это тоже хорошая версия. Все это бесплатно. Ограничений нет. Так что пользуемся, пока не монетизировалось. Вот. И опять-таки, можно картинку уже без фона тоже скачать. Вот таким образом здесь работает. Более того, вот под этими картинками, там, если ниже опуститься, там будут похожие изображения других пользователей или других генераций, и вы можете даже взять их готовое что-нибудь. То есть, здесь очень хорошие варианты, как раз с количеством картинок. Кто любит сразу много всего, то вот здесь, пожалуйста, хороший вариант. Еще один сервис. Ну, в общем, Крайон очень простой. Да, вот как раз для начинающих и бесплатный, чего бы не воспользоваться. Это тоже бесплатный и тоже вот работает с хорошими опциями. Без регистрации. Бесплатная версия. Очень интересная для изучения нейросеть. Я на ней зависла где-то на час, пока себя за уши не отторщила от компьютера. Не успокоилась. Смотрите, вот так выглядит это все. Пишем запрос, выбираем модель. Почему я долго так зависла? Потому что здесь огромное количество разных моделей и не всегда понятно, какая модель что генерирует, поэтому пришлось попробовать практически все. Вот. И можно таким образом, вот, пожалуйста, мне нужны были деревья на фоне неба с облаками в мультяшном стиле. И я перепробовала кучу разных стилей, получила кучу разных изображений и осталась довольна в итоге. Генерирует здесь по одной картинке, в отличие от предыдущего сервиса, но здесь огромное количество моделей для генерации и получать можно по одному запросу там 10-15 вариаций одного и того же. Поэтому тоже пользуемся и тоже здесь бесплатно, все без ограничений. Эта опция называется Text to Image. Есть здесь еще опция картинка в картинку, то есть загружаем свое изображение и получаем тоже изображение, но уже модифицированное. И еще есть такая версия, называется Dorisui что-нибудь. Опция называется, пытаюсь вспомнить ее название, ну, в общем, модификация, по-моему, изображения, если на русский перевести. Смысл в чем? Загружаем картинку, вот, например, итог, стартовая картинка. Я хочу добавить к этому изображению какой-то объект. Ну, например, я захотела на эту лесу надеть шляпу. Я об этом написала, что здесь нужно прописать, какую часть картинки мы будем модифицировать. Я написала, что на голову модифицировать у этой лесы. А в самом запросе написала, что я хочу на голове увидеть шляпу. И запустила генерацию. Здесь тоже можно выбрать модель. Я просто какую-то случайную выбрала вариацию. И получилась у меня не та же картинка, надо сказать, но модифицированная и со шляпкой. Так что, пожалуйста, здесь можно уже прописать более подробно не просто некая модификация, а конкретная, что именно мы хотим изменить. И получается, о, довольно интересные вещи. Вот. Картинки, правда, не очень похожи. Ну, здесь такая, здесь такая леса. Но интересно, почему нет. Вот именно поэтому я зависала на этом сервисе очень долго, пока все не перепробовала. Так что, вот, пожалуйста, ссылочка в чате. Пользуйтесь очень хорошей, бесплатной, и без ограничений, и без водяных знаков. Это же здорово. Еще один интересный сервис HotPot. Давайте ссылку в чат отправлю. И сейчас освежу в памяти, какие здесь бесплатные возможности. Здесь уже пошло немножко с ограничениями. Изображения получаются интересные, качество хорошее. Я попробовала и иллюстрации, и изображения. Вот здесь у меня все в порядке с девушкой. У нее нормальное количество пальцев, нормальное количество ног. Она у меня на велосипеде. Так что, можно попробовать. Так, что еще можно сказать об этом сервисе? 50 кредитов в день для генерации. То есть, 50 картинок в день. В общем, неплохо. Регистрация здесь не нужна. Вы можете по ссылочке перейти и попробовать. Очень напоминает чат. Кто любит работать с чатами. Вот так выглядит интерфейс. Здесь минимальное количество настроек. Вообще, можно даже детям рекомендовать, что у них очень нигде регистрироваться. И кому надо очень просто. Вот, пожалуйста. Генерировать здесь, к сожалению, бесплатно можно только в формате квадрата. Один к одному. Если мы выберем какой-нибудь другой формат, кроме один к одному, то нам сразу здесь просигнализируют, что это платненько. Здесь появится синий значок, что платите денежки за это. Но бесплатный вариант сейчас перед вами на экране. Можно написать запрос. Можно выбрать стиль. Здесь есть фотографии, иллюстрации, аниме и разные другие вариации. Можно загрузить свою картинку через вот эту кнопочку. Например, я кита загрузила и попробовала его сгенерировать. Обязательно здесь написать надо, что за кит. У меня кит выпрыгивает из воды. Есть опция похожести. Можем ползунком обозначить, насколько похожей должна быть фотография. Максимально или минимально. Вот двигаем его вправо-влево. Сюда будет минимально, сюда максимально. Ну и все. Нажимаем на значок. Очень похож на телеграм. И генерируем готовый вариант. Вот. Очень все просто. Достаточно. Я не знаю, как они отсчитывают. Здесь 50 картинок, честно говоря, в день. Но, в общем, сервис хороший. Пользуемся. И сервис, который стал для меня таким открытием. Я очень грустила о том, что ушел сервис Recraft. Кто им пользовался, тот понимает, о чем я. Поэтому вот Крея в какой-то степени стала для меня заменой. Не сказать, что максимально заменой, но тем не менее. Ой, забыла ссылку. Сейчас я попробую ее быстренько воссоздать. Что умеет этот сервис Крея? Рисует в разных стилях. Здесь есть векторные иллюстрации, есть обычные изображения фотографические, есть цифровая живопись, акварель, рисунок тушью. То есть, ну, вот достаточно такой хороший арсенал. Я сейчас пытаюсь ссылочку скопировать. Пока это все рассказываю, она почему-то не хочет. Так. Ага. Минутку. О, да, спасибо за ссылку. Я тоже самая. Да. Вот такие вот у меня симпатичные иллюстрации получились. Причем запросы были очень простенькие. В одном запросе опрос написала Happy Birthday и через запятую написала слово Cake, пирог. Этот запрос тоже был довольно простой домик с цветочками. Ну, получалось вот довольно интересные вещи. Давайте смотреть. Вот так выглядит рабочая панель. Она здесь очень простая. Что здесь нужно. Здесь нужно написать запрос. Вот, пожалуйста, мой запрос про Happy Birthday. Вы можете выбрать формат изображения и сгенерировать готовую картинку. Здесь можно дополнительно выбрать стиль и использовать фотографию для генерации. Как можно получить презентацию с активными ссылками? Вы можете скачать презентацию из раздела с файлами. И там вот у меня, видите, подчеркнутое название сервисов. Это и есть активные ссылки. По ним щелкайте и откроется сайт из этого сервиса. Запросы, единственное, принимаются по-английски, но простота и достаточно понятность здесь и скупают все. Здесь есть опция для настроек дополнительных, если этого маловато будет. И вот эта вот кнопочка добавляет картинки. На основе картинок тоже можно генерировать. Водяных знаков нет. Качество хорошее. Ограничений вообще никаких нет. Любое количество картинок в любое время дня и ночи. Поэтому я взяла его на вооружение, я его запомнила и положила в закладки. И вам тоже его советую. Еще один сервис. Осталось немножко. Из того, что я отобрала. Сервис GetImage. Вот ссылочка на него, пожалуйста. Здесь тоже хороший тарифный план. 100 изображений в месяц. Регистрация нужна. Можно через Google аккаунт, можно через почту. Тоже рисует в разных стилях, как вы видите. И фотографии хорошо получаются. И картинки. Иллюстрации тоже выходят отличные. Вот так выглядит рабочее поле. Большое поле для запроса. Здесь запрос может быть максимальный. Здесь мы можем описать столько, сколько захотим. Есть выбор стиля, например, фотореализм. Есть так называемая кнопочка для улучшения запроса. Это было у Леонардо, если вы помните. Здесь такая же штука есть. Вот она. Для улучшения запроса можно нажать эту кнопку, либо загрузить свое изображение. И на основе этого изображения сервис вам напишет запрос. Я загрузила сову, например, и мне сервис сгенерировал готовый запрос. Очень подробный, очень такой. Прямо отличненький. На основе которого уже можно генерировать свое. У разных сервисов по-разному, но, как правило, считается генерация. Если генерация неудачная, то деньги с вас не снимаются. Если, например, скорость интернета не позволяет сгенерировать картинку. У меня было, например, один раз, Леонардо не смог сгенерировать картинку и написал мне, что за эту генерацию оплата не снимается. В этом инструменте, за генерацию конкретно в этом. То есть один раз мы сгенерировали, получили картинку вот такую вот, например. Одну монетку, там, один кредит с нас сняли. Нажимаем второй раз, вторую картинку, соответственно, вторую монетку сняли. Здесь тоже очень достаточно простое рабочее поле. Все понятненько. Бесплатный план достаточно хороший. Тоже можно положить себе в закладочки и попробовать при случае. Ну и последний сервис. Бесплатный Match Studio. Простой инструмент для создания изображений по текстовому запросу, как они пишут о себе в описании. С водяным знаком получаются картинки. Вот, пожалуйста, ссылочка. Ну, он очень такой ненавязчивый. В самом низу. Качество хорошее, реалистичное. Пальцы у этой девушки я не считала. Вполне возможно, что их тут четыре. Да нет, вот один еще присутствует. Вроде как. Но если не приглядываться, вроде все в порядке здесь. Давайте смотреть. Вот такое рабочее поле. Все тот же черный цвет, все тот же минимализм. Что здесь можно? Просто написать свой запрос, выбрать модель генерации. Моделей здесь восемь. Даже тут сложно сказать, модель это или стиль. Ну, назовем это стиль. Здесь обязательно нужно искать раздел бесплатных стилей. Там их огромное количество, но в самом начале есть такая стопка бесплатных, их восемь. Этого вполне достаточно, чтобы для своего проекта что-нибудь хорошее сгенерировать. Но если вы не продвинутый нейродизайнер, то, пожалуйста, для простых генераций подойдет. Здесь можно загрузить свою картинку и на ее основе что-то создать. Причем вот как раз у Мэйдж Студио у него максимальная степень похожести. Вот у меня такое было у Леонардо, он, в общем, нормально так сделал модификацию. И вот у Мэйдж. А у Мэйдж вообще один в один получается. То есть практически та же картинка, но немножко там с маленькими вариациями. То есть если вам нужно один в один, то вот либо Леонардо, либо Мэйдж. Это прямо вот проверено на практике. Ну, в общем, запускаем генерацию, да, через вот эту кнопочку и смотрим, что у нас получилось. Бесплатный тариф, неограниченное количество возможностей, неограниченное количество попыток. Можно бесконечно эксперименты проводить. Единственное, что вот 8 стилей только. Не так промах, чтобы много. Но тем не менее, для проектной деятельности хорошо подойдет. Вот такие вот нейросети я для вас сегодня подобрала. Надеюсь, что-то новое вы для себя узнали. Ссылки сохранили. Если не сохранили, то скачайте презентацию, там все они есть. И в заключении вебинара мы с вами немножко пробежимся по нейросетям, которые могут нам пригодиться для работы с уже готовыми изображениями. Здесь я много рассказывать не буду, просто покажу полезные ссылки, покажу, как это выглядит, потому что это все очень простые сервисы, в которые нужно загрузить картинку и что-то с ней сделать. Давайте смотреть. Первый сервис называется SnapEdit. Это у меня номер один. Она у меня лежит, это нейросеть в закладках на рабочем столе 100%, потому что я постоянно редактирую картинки, хотя особенно старые изображения, где нужно восстановить старую фотографию, убрать заломы, улучшить качество. Вот эти вот разные вещи делает SnapEdit. Чем он хорош? Здесь под одной крышей бесплатный набор инструментов, которые обязательно пригодятся всем. Здесь можно удалять фоны, удалять объекты, улучшать картинку, то есть качество. Было мутное, стало четкое. Добавлять свет, восстанавливать старую фотографию, провода стирать с фотографии. Знаете, пейзажные снимки на фоне с проводами. Вот это можно все. Текст стирать с фотографии тоже. Все это бесплатно, без ограничений. Регистрироваться не надо. Ссылку я вам отправила. Можете прямо сейчас что-то попробовать. Единственное ограничение здесь стоит на эту опцию. Называется это улучшение. Это лучший инструмент в сервисе. Он позволяет максимально улучшить фотографию. Я использую его для портретов. Очень хорошо работает с портретами. Вот снимок, допустим, 3х4, маленькая фотография с военного билета. И нужно ее увеличивать максимально до того, чтобы распечатать ее на формате А4, например. Понимаете, что качество максимально должно быть увеличено. Это можно сделать с помощью вот этого сервиса. Он мало того, что увеличит размер, он еще и улучшит, сделает более четкой, удалит какие-то там погрешности. Три картинки в день. Вот единственное ограничение у этого инструмента. Все остальные работают без ограничений. Вот смотрите, пожалуйста. Вот, например, код у меня здесь. Я хочу удалить что-нибудь из объектов. Я загружаю, сервис на нейросети сразу выделяет мне, что я хочу. Кота удалить, книгу хочу удалить, либо еще что-то. Я ставлю галочку, что конкретно. Например, я хотела бы удалить, ну, книгу, допустим. Да, поставила сюда галочку и нажала на кнопку удалить. Можно сделать вручную. Для этого есть опция чистить щеткой. Вы можете выбрать этот вариант и стереть прямо вот ластиком то, что нам не нужно здесь. И сохранить. Что еще здесь есть из хорошенького? Да практически все инструменты, по сути, пригодятся. Я здесь люблю фоны удалять, объекты удалять и редактировать фотографии. Отдельно есть раздел для старых фотографий. Черно-белые, которые помятые такие. Если нужна необходимость отреставрировать, то тоже может быть. Так что, в общем, обязательно сохраните в закладках. Я думаю, вам пригодится. Другой инструмент, он специализируется просто на фотографиях старых. Он их реставрирует. Тоже улучшает качество и улучшает четкость. И вот что было, что стало перед вами сейчас на экране. Называется Restore Photos. Нейросеть. Она бесплатная для использования, без регистрации. И ограничение у нее такое стоит. Минутку сейчас. Послужу в памяти. Вот так у нас до пяти снимков в день получается. Здесь, да, немножко ограничено. Но, тем не менее, если вам конкретно просто портрет нужно улучшить, можно и вот этот инструмент тоже взять. Тоже, в общем, неплохой инструмент. Очень просто он работает. Загружаем картинку, нажимаем на кнопочку, и сервис сам автоматически улучшает то, что нужно улучшить. Что касается удаления фона. Огромное количество сервисов есть. Они все в последнее время монетизировались. Я проверила пять штук, и они все какие-то с большими ограничениями стали работать. Ну, вот один более-менее, который позволяет сохранять без ограничений. Это сервис Background Remover. Например, загружаем файл, как вы видите, удаляем фон. Выставляем опцию, где нужно удалить фон у предметов людей, или только, если портретный, например, снимок, тогда выставляем только люди. Очень простой сервис и довольно неплохо справляется со своей задачей. По поиску в сети вы можете просто написать удалить фон онлайн, и вам наберется десяток разных сервисов. Мне еще понравился вот этот, называется Ацетон. Я его использовала для сложных фонов. Вот у меня такая была картинка, акварельная живопись. Здесь достаточно сложно вообще фон увидеть и его удалить. Но, как вы видите, он справился вообще отлично. Ацетон был бесплатный до недавнего времени. Сейчас у него есть ограничения. Он позволяет использовать 10 обработок в день. То есть 10 картинок можно с его помощью отредактировать. Тоже на русском языке, тоже без регистрации работает. Так что тоже можно использовать в работе. Что касается удаления фона. И еще одна опция раскрашивания фотографий. Технология раскрашивания достаточно сложная вещь. Поэтому в основном все, что предлагается, оно больше и меньше степени платное. Из бесплатного что можно посоветовать? Ну, сервис Палет. Я о нем уже рассказывала. На одном из вебинаров позволяет раскрашивать фотографии с большим количеством вариаций. Бесплатно можно создать картинку, загрузить свое изображение черно-белое и выбрать один из фильтров. Их здесь 21. Все доступны для бесплатного использования. Вот вверху у нас тут список фильтров. Просто еще на кампании мы смотрим, как изменилась картинка. Есть классическая, есть пастельная, есть там самые разные вариации. Синий тона, красный тона. Выбираем и скачиваем. Единственное ограничение. Сервис не дает скачать в высоком разрешении картинку. То есть это будет 500 на 500 пикселей формат изображения. И будет вот такой водяной знак. Ну, этот водяной знак можно удалить. С помощью сервиса SnapEdit, о котором я уже говорила, он удаляет все эти лишние объекты. Но, тем не менее, сервис хорош тем, что здесь большое количество вот этих вот вариаций для раскрашивания вот этих вот самых фильтров. Другой вариант. Это наш отечественный сервис. Называется он Colorize. У него нет ограничений по количеству фотографий, которые можно обработать. Вариацию он здесь не дает. Просто уже, что было и что стало, можно сравнить. Бесплатно работает. Если зарегистрироваться здесь и оплатить платный аккаунт, то в этом сервисе можно еще и редактировать старые фотографии, реставрацией заниматься. Но это уже платная опция. 600 рублей стоит, по-моему. Достаточно дороговато будет, наверное. А вот раскрашивать здесь можно бесплатно. Правда, без вариаций. Вот только вот один вариант из нескольких. И с водяным знаком внизу, но опять-таки его можно отрезать, либо удалить. Ну и совсем уже простенький вариант. Сервис компьютерное зрение с таким громким названием. Раскрашивать старые черно-белые снимки. Сервис создавался к 9 мая для того, чтобы раскрашивать снимки с изображением ветеранов Великой Отечественной и военных фотографий. Раскрашивание здесь достаточно средненькое, надо сказать. Очень простое. Предлагаются два варианта, которые между собой не очень сильно отличаются. Что-то потемнее, что-то послабее. И как мы видим, что прокрашивание здесь не всегда равномерное. Но тем не менее, опять-таки это у нас лотерея. Все зависит от исходного снимка. И, наверное, чем лучше качество исходника, тем лучше и раскраска получится. Тоже можно оставить у себя в закладках на всякий случай, вдруг когда-то пригодится. Тоже можно использовать в своей проектной деятельности для улучшения фотографий, для использования в работе. И в школе, и в библиотеке. Я надеюсь, все это пригодится. Ну и сервис, о котором я узнала буквально на днях. Давайте на веселой ноте закончим сегодня. Сервис, который дорисовывает картинки. Наверняка вы сталкивались с таким, что у вас есть картинка маленького формата. Вот, пожалуйста, один на один. А вы хотите для проекта сделать что-то побольше. Ну или, например, вы вставите видеоролик, хотите, там формат 16 на 9, а у вас фотография только вот такая. И получается на видеоролике с двух сторон черные поля, что не очень красиво. Можно иллюстрацию дорисовать. И не только иллюстрацию, но и фотографию. Сделает это за вас, конечно же, нейросеть. Называется она довольно сложно. Diffusers Image Outpaint. Вот ссылочка на нее. Это абсолютно бесплатный сервис, очень простой, где нам нужно загрузить изображение. Можете прямо сейчас попробовать картинку, которую вы хотите дополнить. Загружаем изображение. Можно дополнительно прописать промпт. Вот здесь есть поле для запроса. Но это не обязательно. Я просто отдала на откуп нейросети. А так, если бы я хотела, я бы написала в запросе, что я хочу здесь увидеть сосны, деревья какие-то, сугробы, может быть. Вот на английском придется писать. Выбираем формат. Картинка у меня 1 на 1, а я хочу 16 на 9, потому что планирую вставить ее, допустим, в видеофильм. Выбрала этот формат, нажала на кнопку генерировать и сервис дорисовал всю картинку целиком. Теперь у меня вот такая картинка другого формата. Тоже хорошая штука. Почему нет? Я ее точно запомнила и теперь тоже буду использовать в работе. Вот таким экспериментом я пришла. Вот о таких сервисах узнала. Постаралась рассказать и вам. В мои презентации кое-где я добавила обучалки. Кое-где, потому что не все обучалки на сегодняшний момент актуальны. Нейросети меняются очень быстро и очень не успеваешь писать обучалки. Актуальны я оставила в презентации. Неактуальны уже не стала вам давать ссылочки. Но можно по каждому сервису найти какую-то подробную более-менее инструкцию и воспользоваться ей, если какие-то затруднения. Вот. На этом я вебинар заканчиваю. Как всегда, можно меня найти в социальных сетях. Не только найти, но и задать какой-то вопрос. Если вы захотите спросить, вот, пожалуйста, моя группа и мой канал на Телеграме. Если до сих пор не подписались, то, пожалуйста, подписывайтесь. Буду рада. Я пропустила вопрос. У меня тут, да, убежала. Какие ошибки чаще допускают пользователи в представлении запросов к нейросетям? О, вы знаете, это очень сложный вопрос. Я сама ошибаюсь. И не сказать, что я прям такой нейропользователь. Но я их, в принципе, уже к какой-то степени в начале вебинара перечисляла. Что желательно избегать абстракций. Желательно прописывать, что вы хотите увидеть. Если есть поле негативного запроса, то пропишите обязательно, чего вы не хотите видеть. Это избавит нейросеть от вот этой лотерейности. Я поняла, что хорошая штука, если дописываешь, что изображение должно быть детализированное. Это улучшает качество картинки. Ой, какие перспективы нейросети в ближайшее время? Я думаю, отечественные будут появляться. Я еще парочку ведь нашла отечественных. Но они очень монетизированные. Платные нейросети появились очень много и отечественных. К сожалению, это беда всех отечественных сервисов, не только нейросетей. Их зацикленность на монетизации. Нейросети сразу хотят, и не только нейросети, вообще отечественные инструменты сразу хотят много денег. Но их, наверное, можно понять, потому что разработка стоит денег. Но бесплатные тарифы настолько маленькие, что из оставшихся отечественных можно было рассказать только о трех-четырех. И то мы сказали, что фабула не идеальна. Поэтому, я думаю, они будут появляться. А вот степень их монетизации я тоже посмотрим. Чем будет больше, тем, наверное, лучше будет, лучше конкуренция. В каких областях применения отечественные нейросети показывают лучшие результаты? Для пользователей российских лучше отечественные, с ними проще. Естественно, работа те, необычно на российских моделях. И если мы, допустим, хотим Иван-Чай нарисовать, то лучше идти в российскую нейросеть. Скорее всего, она поймет этот запрос лучше, чем зарубежная. Вот в этом смысле. Если мы хотим генерировать какие-то именно отечественные штучки. Ну, например, вот у меня, например, тема краеведения. Моя библиотечная сфера деятельности. И мне нужны краеведческие картинки. И я обращаюсь к отечественным инструментам, потому что они лучше понимают мои запросы. Если я нарисую природу Кольского полуострова, то нейросеть справится с этим лучше отечественная, чем зарубежная. Я уже проверяла. Поэтому вот, если нужны какие-то такие очень узкоспециализированные, например, краеведческие картинки, то лучше отечественные. А если без разницы, просто иллюстрация для проекта, то можно попробовать разные варианты. Тут нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Все зависит от наших запросов и от возможностей нейросети. Конечно, допустим, более продвинутые Леонардо, например, где настроек больше, они лучше справятся с запросом. Где меньше настроек, может быть хуже, но не факт. Опять-таки, лотерея. Тут как получится. Спасибо вам большое за комментарии. Да, неверный промпт. Это отдельное искусство и много тонкостей. Но тут-то совершенствоваться нет. Поэтому я иногда сама иду в какие-нибудь нейросети, копирую там запросы, которые делают пользователи и их использую в работе. Есть ли ограничения, какие-то запрессы для тем генерации? Есть у некоторых сервисов, я не стала про это говорить, но, например, та же самая фабула и шедеврум, по-моему. Из зарубежных я таких запросов не встречала. В отечественных очень часто встречаются. Требования соблюдать законодательства Российской Федерации, не генерировать изображение 18+, и другие противоправные картинки. В некоторых сервисах есть запрет на генерацию каких-то известных личностей. Это у зарубежных сервисов я такое видела. Иванушка пьет из лужи. Нейросеть не захотела это делать. Получается, мальчик со стаканом или кружкой из кустов из земли торчил кран. Слушайте, ну тогда берите картинку, где Иванушка действительно пьет из лужи, какую-то иллюстрацию, и попробуйте ее загрузить и модифицировать. Тогда нейросеть справится лучше. У меня когда не получается по тексту, я беру просто какую-то картинку, более-менее похожую. Кстати, это хорошая штука для авторского права. Если у вас есть иллюстрация, вы знаете, что у нее есть автор, и из-за ее использования лучше ее не использовать в условиях авторского права, то вы можете ее загрузить и на ее основе создать модификацию. Все, что создается сейчас нейросетями, оно пока по российскому законодательству, собственно, вот это вот никак не регулируется строго. В некоторых случаях просят указать просто название нейросети. И все. То есть вот все картинки, которые мы создаем, генерируем, модифицируем, мы их можем использовать в некоммерческих целях 100%. Работа с нейросетями, тренажер для умения. Все правильно. Тут, да, учимся писать сочинения по сути. Навык насмотренности, тренировка полезна для креативного мышления. Да, насмотренность очень, да, поскольку мои первые генерации, они были страшненькие. Сейчас уже какой-то маломальский опыт появился, уже получается намного лучше картинки. Как вы видите, будущее развитие, а ведь совершенствуются нейросети. Сейчас у Кандинского 3.1, я думаю, не за горами будет и 3.2, и 3.3. Сейчас нейросети даже от изображений перешли уже в раздел видео. Сейчас они прокачивают вот эту опцию создания видеороликов. И получается все более-более реалистичные вещи. Я про видео тоже планирую когда-нибудь вебинар подготовить, но, может быть, чуть попозже, не прямо сейчас. Так что, если эта тема вам интересна, то, пожалуйста, я об этом тоже попытаюсь рассказать. Пока вот все нейросети двигаются от картинок уже к более четкой детализации и к созданию анимации видеороликов. Я бы так это увидела будущее. Так, на эти вопросы я вроде ответила. Да, на все вопросы я вроде ответила. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Ссылки сохраняйте в закладке, если они вам будут полезны. И до следующей встречи. Следующая встреча у нас состоится 14 октября. Через две недели будем говорить о сервисе русскоязычном, который называется Interacti. Он позволяет создавать разный вид контента. Рабочие листы, викторины, тесты, игры, ленты времени, интерактивной картинки. Так что, я думаю, пригодится в работе библиотекарем и педагогом. Если вы еще с ним не знакомы или хотите узнать о нем поподробнее, то ждем встречи до 14 октября. Ссылку на регистрацию на этот вебинар минуту. Сейчас я вам ее скопирую. Где-то она у меня тут и есть. Вообще, все ссылки на все вебинары вы найдете у меня в Телеграме, а ВКонтакте. Сейчас я попробую. Если она откроется, значит, все хорошо получилось с этой ссылкой. Я завела афишу у себя в группе ВКонтакте. Там все вебинары с расписаниями и с регистрациями. Вот, пожалуйста. Это я вам ссылочку дала на вебинары из моей группы. Вот. Ну и, да. И расписание всех вебинаров тоже, пожалуйста, на портале Директ Академия. Записывайтесь. Сейчас открыта регистрация прямо до 9 ноября. До 13 ноября. Прямо на последний вебинар там прописан 13-го, если я ничего не путаю. Так что приходите, увидимся. Берегите себя. И до новой встречи. Спасибо большое за внимание. Спасибо.